Раннее утро, солнце, небо отличное. И получились вот такие вот чудеса. Это вообще перевёртыш. Отразилось то, что было на берегу, лесной массив. Он отразился настолько чётко и ясно, как будто это зеркальное отражение. Запечатлела красоты природы Галина Владимировна осенью при городе Тагила. Жалко прятать такие кадры в альбом. Поэтому, когда узнала, что в Центре по работе с ветеранами готовят выставку, сразу принесла свои фотографии. Кроме Галины Владимировны, снимки выставили ещё 10 участников кружка «Фотон». Столько всего хотели показать, едва хватило места для всех работ. Сегодняшняя выставка, она отличается от предыдущих тем, что мы демонстрируем работы необычные. Тема называется «Отражение и искажение». Если хотим показать снимки немножко в необычном ракурсе, где-то с искажениями, где-то то, что мимо чего проходит мимо, не обращает внимания. Фотографировали художники то, что скрыто в отражении витрин, стёкол, водной глади. Пришлось более детально разглядеть городские пейзажи, чтобы сделать хорошие кадры. Выставку приурочили к десятилетию кружка. В «Фотоне» творят около 10 тагильчан. Некоторые взялись за камеру только на пенсии. Юрий Никонорович не расстаётся с фотоаппаратом уже 60 лет. Окончил лесотехнический институт, работал в тайге, составлял карты. А ещё занимался аэрофотосъёмкой. Тогда-то и полюбил фотоискусство. На выставке его работ нет, но на открытие он принёс целый альбом. Ну вот, например, необычное. Рельсы сходятся, значит, между рельсами там травка растёт. Вроде необычный снимок, нечего тут снимать, но какая-то перспектива есть и всё. Вот какая-то компания идёт на улице, значит, думают, необычные это люди. Думают, вот надо это взять. Мы, когда смотрим, через какие-нибудь очки там это всё, изображение теряет свою конфигурацию. И ты видишь, он никогда в таком виде ты этот объект не видишь. Выставка будет открыта около месяца в Центре по работе с ветеранами. А после экспозицию обновят. Задумали показать снимки своих домашних животных. Конечно, не пропустят и юбилей города.